Так, мне дайте, пожалуйста, знаете, вот два розанчика створка, нет, лучше косу, одну косу творожную, да. И давайте, это типа Наполеона блинный с бананом, и давайте, наверное, вот две ягодные корзиночки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, у меня тоже вот вся атрибутика. О, у тебя, кстати, есть эти самые, знаешь, как это называется? Валеши. Да, вот я их заказала в набережных Челны, очень хорошие. Кстати, тёпленькие, необыкновенные. У меня в Александрове такие бочонки купила, наверное. Слушай, четыре с чан-то с доставкой стоят. У меня в Александрове они стоят полторы тысячи на рынке. Кому нужно убрать чан? Я знала бы раньше, а я ещё месяц ждала этих полешие. Так я тебе говорю, я сегодня как-то, знаешь, я напоминаю себе, как это, в детском саду, когда напиндюривали ребёнка, знаешь, так по полу. На все случаи жизни, да? Да, да. Всю одежду, которую есть в доме, надевали сразу. Я думаю, что когда утром сегодня выходило из дома, это было полседьмого утра, в общем, короче, у меня на градуснике было минус тридцать два градуса, понимаешь? Поэтому я на себя приодела всё, что у меня было просто. Мало того, что у меня свитер с горлом махеровый, знаешь, я ещё сверху шарфик и шапочку, шапочку. Я вообще, конечно, шапочку сама, знаешь, я всё больше в платочках. Да, вот сейчас я сниму эту шапочку, дорогие зрители. Вы увидите, почему я не ношу шапочки, видите, что творится? Это же кошмар какой-то. Я сейчас заходила, ела в Макдонсе там, на вокзале, но я ж ром встала. Все женщины в шапках, которые, они сидят, сидят в шапках. А те, кто в платках, они платок-то снимут, их королевишные. В платке волосы не прилипают к голове. Но я тебе ещё один секрет открою. Когда ты на машине, ты можешь себе позволить и не в шапке, и не в платке быть. Выходить красиво, да? Знаешь, из моей избушки на машине я сюда всю жизнь ехала. Вообще, я пришла к выводу, что я одичала. Вот. Я иду такая, столько людей, столько машин, какая-то грязь. Ну, вообще, ужасно. Ну, кстати, не надо. Вот сейчас очень, кстати, хорошая погода и грязи немного из-за мороза. Грязь, знаешь, из-за чего? Из-за реагента. Я поняла. На вокзале вообще просто по колено. Просто какой-то ужас. Ну, да. Ладно, всё, хватит. Дорогие зрители, это я к Тане приехала. А это я, да. Здравствуйте. А приехала я, знаете, какой-то... Удивительно, растут-то не только ногти, а ещё и волосы. Ну, за ногтями гораздо чаще лучше ухаживаешь, чем за волосами. Да, ногтями чаще. В общем, короче, дорогие мои друзья, сегодня Таня будет делать из меня опять человека. Из-за дичавшей женщины... Из-за дичавшей селянки я буду опять делать красивую светскую даму. За этим процессом мы поболтаем. Да, я, кстати, блюшки... Белый горнолыжный костюм превратился в человека. Уменьшился в размерах, наверное, в два раза, мне кажется. А то я иду по улице, какая-то, знаете, эти телепузики были такие, такая... А-а-а, мне ещё только осталось... Знаете, под мышками так платки завязывали детям. Вот у меня было полное ощущение, что мне ещё платок надо завязывать. И варежки на резинке. У меня, кстати, есть такие. Ужас. Обожаю их. Варежки у меня есть, но они... Ну, я по дороге купила нам какие-то плюшки. Вот. Какая-то хлебница. Да мы сами как плюшки. Куда нам плюшки? Ничего, страшно. На морозе всё, знаешь, всё в дело. Всё, как говорится, давай поверим то, что пойдут волосы. Ой, а это что такое у тебя интересное такое? Это мандариновое варенье. Какое-то мама сварила, вот очень рекомендовала. Заодно сейчас потестим и... Интересно как, да. Отзывы свои, скажем. Такой тут у тебя вид на большой индустриальный город. Вот. У родителей красивее, чем у меня. Когда я смотрю с другой стороны на вид, вот. Ну, единственное, что мне не нравится, я не люблю на восток. Когда на окно выходит с утра, солнце, мне вообще не много нравится. Ну, мы чё, как меня красить-то будем так же? Ну, смотрите, какая вкуснота от нас. Сейчас будет хорошо. Вот, мороз это. Творожные они, наверное. Ну, ты знаешь, красить мы тебя можем как-нибудь и по-другому. Вот. Просто вся проблема в том, что ты часто краситься не любишь, если тебя перекрашивать в Total Blonde, вот. Нет, Total Blonde мне точно не надо. Мне вообще все нравится, как сейчас. Практически. А когда какие, собственно, у тебя еще? Нет, ну, у меня корни же сильно. Нет, ну, вот как ты в прошлый раз меня красила, когда вот вот здесь вот это вот, вот такой цвет, да. И как ты мне вот растянула там по корням тогда, что вот. Естественно было. Ну, прям Total Blonde мне не надо. Нет, ну, это я понимаю сейчас. Это ты не пугай, пожалуйста, меня и моих подписчиков. Ой. В общем, девчонки шалят у нас сегодня. Я в каком-то, знаешь, после такого мороза и после такой поездки, пока я тут до тебя доехала, своего Александрова, в каком-то очень веселом настроении приехала. Шаловливая, меня подписчики не узнают. Может, ты что-то курнула по дороге? Я признаюсь, ты слишком долго ко мне ехала. Я после метро какая, знаете, такая шалелая вышла. Татьяна – мастер, к которому я хожу уже, наверное, больше года. И, может быть, в начале видео вам показалось, что мы слишком сильно кричим, визжим и эмоционируем. Так получается, наверное, тогда, когда ты с человеком совпадаешь по темпераменту. И, ну, кто меня смотрит, знает, что я достаточно эмоциональный человек. И как раз в моих выпусках с Еленой Рониной, моей подругой, на контрасте это очень видно. Потому что Лена, она такая спокойная, размеренная, а не такая взрывная. А поскольку с Татьяной мы обе такие, поэтому, когда мы совпадаем, вот так вот получается. Так что мы не специально… Простите нас. Сейчас мы подуспокоимся и будем краситься. с такой вот чудесной причёсочкой, мне кажется, вот я раньше так волосы сильно забирала и ходила вот так. По-моему, тоже очень хорошо получается. И, видите, у меня, с одной стороны, очень сильно отросли волосы, да, и тёмные вот у лица. Совсем по-другому выглядят. Влезаю, как всегда. Я это заметила, что на всех видео ты в основном с собранными волосами. Я тебе вот в этой вот зоне контуринга сделаю побольше блонда, чтобы всё-таки светлый цвет у нас доминировал. Да, потому что мне, с одной стороны, хочется, чтобы было посветлее, а с другой стороны, всё-таки как-то с глазами, с бровями и уже с возрастом, конечно, совсем блондинкой я уже не хочу быть. У тебя такой красивый цвет глаз, особенно по-другому водолазку. Да, прямо, правда, водолазка. Зелёные глаза… Потому что зелёные глаза, они очень принимают на себя оттенок одежды. Да, хамелеонин под одежду. Да, я вот в голубом свитере пришла. Даже если сейчас его, например, одену, то глаза станут более голубыми. Ну, как такие глаза? Вот такая особенность. Ну что, пойдём краску замешивать? Пойдём. А ты уже придумала какую, да? Придумала. О, это очень интересно. Вот мне, чем нравится Таня, она очень творчески к этому подходит. Ну, вы заметили, у меня подруги, очень творческие люди, наверное, подобные к подобному, скромно сказала она. Вот, и на самом деле мы с Таней познакомились во время тоже благодаря моему каналу. Ну вот, да, Таня, чуть больше года назад, мне кажется. Слушай, даже два будет. Два? Ого! Сотрудничество. Правда. Время. Смотрите, я научилась ничего себе говорить. Ого! У меня так это автоматически произошло. И вот мы с Таней познакомились благодаря каналу. Она меня, ты меня, по-моему, где-то нашла. А, на этом самом, на гетблогере. Да, на какой-то инстологии, на гетблогере, где-то, на какой-то интеграции. И обратилась ко мне за интеграцией. Ну, интеграция, это когда, ну, я рассказываю на канале, да, про какие-то услуги. Ну, или про какой-то товар. И Таня ко мне приехала, первый раз меня покрасила. И так мне все понравилось, что мы с ней задружились. И теперь общаемся вне канала тоже. Я вот у нее уже стабильно два года крашусь. Ну, реально очень много моих подписчиц уже у тебя, да? Да, уже, как говорится, общаемся на общие темы. Ну и что ты сейчас это тут в результате замешиваешь? Я замешиваю тебе осветляющий состав, вот, для того, чтобы осветлить волосы, создать рисунок на волосах, который дальше мы протонируем. Вот, немножечко другая у нас будет в этот раз схема. Я больше уделю внимание зоне контуринга. А, это на Олене опять, да? Это на Олене, он тебе хорошо заходит. Он, как говорится, не травмирует волосы в то же время, хорошо осветляет. Вот, но это не значит, что он подойдет всем, просто он создает, решает определенные колористические задачи в зависимости от типа волос и желаемого результата. Да, и вот я вам здесь даю в описании, видите, видео и внизу экрана вы видите инстаграм Тани, она там очень много своих работ выкладывает. И с моей легкой подачи у нее много клиенток с тонкими волосами стало, да? Да, потому что у меня на канале, так как у меня у самой тонкие волосы, мне некоторые в комментариях пишут, что я вообще лысая, такие добрые женщины, знаешь, попадаются. Да, пишут, что я лысая, а тут у меня был выпуск с девушкой моего сына, а у нее такие же тонкие волосы, как у меня, она молодая, она длинная. Ну, как какую девушку мог еще выбрать сына? Да, конечно, да. И нам там в комментариях прямо некоторые написали, что мы обе с ней лысые. Ну, в общем, клиентки с лысыми волосами, теперь с моей легкой подачей все у Тани. Да, и все стали красивыми, совершенно не жалеют о том, что кто-то там их считает лысыми. А у нас клуб волосы редкой красоты. Потому что на самом деле красота, она, конечно, не в волосах, а в сердце, в душе и в сияющих глазах. Правда? Вот, вот это правильно. Кто не видела нашей с Таней совместный выпуск, у меня был выпуск про собственный бизнес, про женский. Где я как раз рассказывала про свою партнеру Юлю, и как раз рассказывала про Таню, про то, что у нее свой кабинет. Вот свой инстаграм профиль она ведет. Ну, и развивается в этом направлении. Много курсов всяких обучающих проходит, все время совершенствуется. И вот у нее дома организовано такое, ну, в общем, место-кабинет. Да, как это можно назвать? Вот кресло такое, видите, удобное. Рабочая зона. Фонарики сейчас включат нам для красоты, для антуража. Вот, видите, такая все стоечка, все как в салоне. Вот, все профессионально. Всякие тут вот карты. Ну, соответственно, кто в Москве и в Московской области, ну, можете к ней прийти. Вот палитры у нас здесь есть. Все как в салоне, можно примерить, посмотреть. Ну, и чем мне нравится, что Таня, она настолько в этом вот уже ориентируется. Как бы, например, знает мои волосы и другие тонкие волосы, что она сама смешивает составы. Я ей полностью доверяю. Поэтому, ну, в конце выпуска посмотрите, что вот из этого получится. У меня еще тут седая прядь, она, кстати, стала очень видна на последних видео. Прямо видно ее вот здесь, она такая белая. В общем, будем красиветь. Или красиветь. Хорошить. Хорошить. Ну, вот сейчас всю мою подноготную опять все увидят. Конечно. Отлично так посрапать. Косы свои распускать. Ну, вы у меня уж просите, что у меня такая голова сегодня у грязной, зрители. Потому что с чистой головой, ну, окрашивая. Я люблю, когда у моего клиента голова, ну, не то чтобы грязная, но, по крайней мере, не вымотая накануне. Потому что мне удобно таким образом делать разделение. Волосы не пушатся, не рассыпаются. Я могу делать техники. Особенно, как касается сложных техник. Вот. Мне с такими волосами работать комфортнее. Кто-то, наоборот, любит чистые волосы. Но это опять не проблема. У нас есть мойка. Если мастер вас не предупредил о том, должны вы прийти с чистой головой или с грязной. Если ему нужна чистая голова, он вас помоет и вытянет утюгами. Здесь, как бы, я считаю, беспокоятся вообще никаких причин. Ну, знаешь, я вот раньше, когда к другому мастеру ходила, поскольку у меня волосы тонкие и у меня чувствительность у кожи большая. Я, если с чистой головой, то у меня потом все красное и зудит и вообще. Поэтому я хожу с грязной. Я поняла. Это имеет значение, когда окрашивание касается взаимодействия с кожей головы. Вот. Мы делаем техники, которые не взаимодействуют с кожей головы. Мы делаем либо технику милирования, какое-то выбирание прядей или выдувание этих прядей. То есть, касаться кожи головы мы будем в момент тонирования. А тонируем мы на, ну, вот в случае тебя мы тонируем на безымячном красителе, на очень низком оксиде. И раздражающее действие данного красителя, оно просто сведено к минимуму. Понятно. Ну, на самом деле, у меня, конечно, не критичная красная голова. Я мыла позавчера просто такие волосы. И шапочка, шапочка, не забывайте, шапочка усугубила ситуацию. Точно. Да, во всем вино с шапочками. Точно. Ну, так я и не поняла, в результате ты меня что, в светлой будешь красить-то все равно, да? В светлой, в светлой не переживай. А то я переживаю. Вдруг ты сейчас что-нибудь придумаешь, и я стану такая какая-то темная. Ой. Я боюсь. Ну, ладно. В общем, это тип милирования, да, какая-то техника твоя? Типа, да. Она так и есть. Просто я сделала немножечко другое разделение, чтобы твой рисунок содержал больше блонда по контуру. Потому что ты, в основном, носишь волосы с оконами. Вот. И когда я тебя вижу там в каком-то платочке, что-то еще отросший сантиметр, он уже, получается, по всей человеке тебе скрадывает вот этот вот блонда. Понятно. Слушай, ну я все-таки так давно уже у тебя не была. Я когда последний раз тут у тебя была? В июле, по-моему. В июле? Да. Мне кажется, вообще в июне. А может и в июне. В июне, наверное. А может и в июне. В июле, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Боже мой, декабрь это. Шестой. Ну да, седьмой почти. Вот. Представляете? И в принципе, ну я не могу сказать. Конечно, что очень хорошо, но более-менее. Ну надо было мне напомнить. Вот как ты считаешь? Может напоминать надо? Ты напоминаешь вообще своим о визите? Вообще я напоминаю обязательно о визите, которые клиентам уже подтвержден, чтобы он не забыл. Потому что ну всякие бывают обстоятельства, я всегда накануне вечером или днем присылаю напоминалку. Но я бы хотела с вами посоветоваться. Как вы считаете, есть такие техники окрашивания, при которых клиент должен в определенное время приезжать на коррекцию или на тонирование. И в принципе, если клиент обслуживается у мастера и мастер его ведет, и для того, чтобы результат окрашивания каждый раз был правильным и хорошим, соответственно, сроки тоже должны соблюдаться. Если мастер напоминает клиенту о визите или же, например, договаривается с клиентом о визите сразу после законченной процедуры, это нужная услуга, полезная услуга или же это все-таки считается навязыванием мастера? Мне кажется, что это нормально. Мне тоже так кажется. Ну как, тебе сообщат там по телефону, смс какая-нибудь придет или не знаю, там в WhatsApp. Если не хочешь, то не приходите, никто не заставляет. Ну вот мне, например, стоматология периодически напоминают, я им признательна. Ну как-то я лояльно к этому отношусь. Я тоже, вот перед Новым годом, я так и делала. Постоянно своим клиентам я напоминала то, что знаю, что у людей в спешке, может быть, они как бы подзабыли об этом. А просто еще столкнуться с проблемой, что не смогут попасть в то время, в которое им удобно. Ну да, тоже верно. Ну вот с маникюра я знаю, мне тоже, я раньше, когда там в один салон в Москве ходила, мне смска приходила через три недели. Что типа о них пора, пора, пора записаться, да. Ну не знаю, я как-то к этому хорошо относилась. Ну посмотрим, что зрители думают. Ну напишите нам, интересно ваше мнение, есть ли такой опыт вот у ваших мастеров. Вот такая аметаллизированная у меня Таша, просто как космонавт в шлеме получился. Я чуть не заснула тут, это вообще. Ну я тебя сейчас отпою, не переживай. Да, я очень ювелирно все это делаю, а набор прядей он очень располагает к такому релаксу. И у меня постоянно все кресла, еще у меня очень хорошее кресло, очень удобное, экономичное. Вот и поэтому здесь все условия для того, чтобы отдохнуть. Особенно когда спал ночью два часа. Ну я не буду вдаваться в подробности, почему у тебя был такой коронкий сон ночью. Почему? Потому что я до пол третьего, пол четвертого почти украшения делала. Почему у меня был такой сон? А потом я встала, чтобы на электричку к тебе ехать, между прочим, все банально. Я думала, что были какие-то более интересные причины для бессонной ночи. Ну ладно, украшения это тоже хорошо. Вот, я в этот раз сделала еще более мелкий набор прядей. Вот видно, это вот посмотрите на тех тонких волосах редкой красоты. Можно сделать вот такой вот. Да, кстати, очень много прядей ты сделала. В каждой пряди по одному волосу. Да, практически да. Это просто даст еще более вот мелкое и красивое рассветление. Потому что если волос мало, это не значит, что можно очень быстро их промеллировать. Они же растут очень аккуратно. Нужно вот эти вот места стыка все прорабатывать, чтобы получился красивый результат. Да, это мы сейчас вот осветляли корни, да? Это мы осветляли твою отродшую часть. Да. Рисунок наносили. Сейчас мы это смоем, потом будем тонировать. Сейчас мы, да, тянем, чтобы вот это вот все, так как я делаю вот это вот обрамление последним, оно дошло заднее. Я тебе сейчас сниму стены и попоюсь я мне больше. Да, в кофейку давай выпьем. Я согласна. Правда, что-то я прям засыпаю совсем. Что такое? А это у меня суп корейский с морскими водорослями. Мне порекомендовала одна клиентка, она говорит, что там даже сыр есть. Это типа, я так понимаю, супа мисса. Заливается кипятком и за пять минут вот такой здоровый перекус. Как интересно. Это мы сейчас будем пробовать? Да, мы сейчас это попробуем. Что-то мы оголодали. Ну давай попробуем, интересно. Я вообще люблю морские водоросли. И сухие есть, и... А, кстати, они как васаби вот такие вот. Да, да, такие продаются. Хрустящие. Несколько пачек на раз прям. Красиво у тебя такой цвет у кухни. Радостный. Какой-то, знаешь, такой. Сицилийский апельсин. Это хорошо. Довольно ты этой кухней? Давно у тебя? Она у меня, вот как я здесь живу, 13 лет. Вот она у меня есть. Кстати, встроенная техника. Две 13 лет она у тебя как новая выглядит. Аккуратно эксплуатирую. Не... Вот, как говорится, если хотите, чтобы у вас не изнашивалась обувь, ездите на машине. Хотите хорошую комнату, не готовьте. Советик такой дала. Так, сказала я опять эту фразу. Так, смотри, какая у нас официально получилась спрессованная. А, это вот ты вскрыла этот брикетик, да? Да. И сейчас мы его зальем. Сейчас могу прям показать. Интересно, да. Интересно, что получится. Пробую первый раз. Но я думаю, что мне зайдет, так как я любительница азиатской кухни. Я тоже люблю. Ну, ты кофе выделал. Сейчас мы прям покажем, как я делала. Хочу понюхать. Ну, пахнет приятно, кстати, водорослями пахнет. Я сейчас выгляжу, как какое-то, я не знаю, космическое существо. Знаешь, инопланетянка такая. И рожки тебе еще такие сделают. Да. Ну, что, заливаешь? Давай. Что у тебя тут за витамины? Ты пьешь? Это я, да. Это у меня рыбий жир омега-3. Тут только у меня витамины хром. Вот. Все худею. Еще у меня вон целый мешок стоит. А что, чтобы худеть, хром надо? Ай, он не является тоже каким-то компонентом. В общем, короче, я прочитала и доверилась консультантам. У меня там 5 лав какая-то лаборатория, где я покупаю всякие добавочки. Вот. И у меня вон целый пакет еще стоит. Нет, этого самого, называется, протеина на вечер. А протеин зачем ты пьешь? А протеин я пью, чтобы организм чувствовал, что его чем-то покормили, по крайней мере, получил какую-то порцию белков. Это тоже для похудения, что ли? Ну, я так… Вот это протеин? Да. Я так, кстати, достаточно давно, еще, наверное, лет 20, сидя на гербалайфе, а там тоже были протеиновые коктейли, за месяц достаточно хорошо сдулась. Если, в принципе, заменять хотя бы один прием пищи, реально заменять этим коктейлем протеиновым, ну и, собственно говоря, как бы спорт у меня присутствует, я думаю, что результаты не заставят себя ждать. Осталось убедить себя в том, что протеин – это еда, это перекус. А я, кстати, так интересно, я в 20 лет на гербалайфе, наоборот, поправлялась. Я так мало весила, что у меня была опасность того, что у меня была плавающая почка. И мне собирались вырезать, ну, не вырезать, а пришивать к телу. И сказали, что если я быстро не поправлюсь, то буду операцию делать. Я на гербалайфе поправлялась, на Макдоналдсе и на гербалайфе, знаешь, поправилась. Глуболось, да? Да. Ой, вот эта вот модная у нее такая штука, видите, как в салонах. Это потом в ванну встает, сюда ложишься вот так головой и мойка такая. Так уже кофе пахнет, а кофе в такой кофеварке, да? А это я уже поменял, у меня была гейзерная кофеварка, это тоже гейзерная, только она электрическая. В принципе, осталось тем же самым, вот просто мне понравились объемы. Интересно. Ну ладно, попробуем сейчас, что у нас там за суп получится. А это что у тебя? Я такая любопытная, хожу тут все и расспрашиваю. У меня альгинатные маски две, одна на основе желтой глины, а вторая бриллиантовая вам даймонд написана. А фирма это La Misa? Да, La Misa. Ну сколько же он месяца тратит, вот. Просто фоном прошло, как он ухаживает за своей кожей. И сказал, что лучше, чем вот эти вот альгинатные маски с озоном, ему не помогает. Еще я решила, думаю, если практически миллионеры пользуются этими масками, то я тоже ими попробую попользоваться. И я довольна результатом, я научилась. А они открытые у тебя? Ну они, как они, господи, закрываются. Мне интересно просто, как это выглядит внутри. Ну, как мука выглядит внутри, как крахмал. Вот такая консистенция. А, ты ее разводишь? Я ее кладу в мисочку, развожу водой комнатной температуры до консистенции густой сметаны, наношу на лицо. И потом она застывает, то есть ее нужно таким плотным слоем нанести и снимается уже просто, как скальп. Просто она берется и снимается. Ну и что, как тебе нравится результат? Мне, да, мне реально нравится. Вот получается, у меня даже массажист мой заметил, что есть эффект лифтинга, качество кожи улучшается. Вот делаю я примерно через день в большинстве своем в утреннее время. Как раз пока я завтракаю, пью кофе, у меня есть свободное время. И заодно я уже свеженько выдвигаюсь в какие-то дальнейшие свои дела. Какая ты молодец, там за собой ухаживаешь. У меня маски ветром только, знаешь. За время утренней прогулки по лесу ветер является моей маской сейчас. Так, уже зажглись огни большого города. Вечерело, как обычно. А Германа все нет, а у нас еще все это самое. А мне еще не пора снимать-то? Я же тебе половину уже снимаю. А, ну да. Скоро мы пойдем. У тебя уже просто то, что ты видишь. Ну вот себе так пока пойдем. А здесь самое интересное. Как раз этот вот наш мелкий контурин будет. Ну там тоже всего много. Ну что, там разбалдалось все. Вот туда, да смотри там какие-то. Какая-то трава там. Угу. Я первая как наимене не знаю. Такой вот суп, представляете, сегодня я пробую. Ну как? Ну правда миса. Ну я можно, если при желании, можно туда добавить еще каких-то специй, чтобы было по насыщеннее, либо меньше добавлять воды. Вот я налила. Вот мы практически целом. Может быть там нужно было на треть меньше. Ну инопланетяне тоже пробуют этот суп. Нет, скажи нормально. А правда очень похоже на мисусу в японском ресторане. Да, интересно. Такой прям опыт. Цена вопроса, по-моему, рублей 80. Да? Да. Вот где вот эти японские, там всякие специи. Ну вот я спрашивала просто у продавцов, где взять. Я вначале еще не знала, как это все дело выглядит. Это очень хорошая вещь оказалась. Ну да. Когда нужно быстро перекусить, то можно использовать. Мисо супа, но в подарок. Мисо супа. После чудесного японского супа. Не спите нам кофе. Таня еще обещала с вашими кофе. Да, здесь находится подогретое взбитое молоко, мороженое. Мороженое. Даже мороженое. Ого. Наша была еще вкуснее и еще нажористее. И теперь мы наливаем туда просто кофе. Это сказал женщина, которая ужинает протеином. Ага. Ну я не пью по вечерам кофе. Я для тебя только сделаю исключение. Да, потому что я засыпаю. Да, потому что ты засыпаешь, а я, как говорится, я с тобой за компанию. Все. Понятно. А еще я у нее тут углядела, она еще коллаген пьет. Смотрите. Вот теперь я думаю, как не допустить Ташу в спальню? Ну пустила блогера в дом, все, считай, пропало. Все о тебе все узнали. Мне так же, как о тебе, будут все все знать. Да. Ну вот. А что нам интересно, как ты поддерживаешь себя в форме, тем более ты профессионал в индустрии красоты. А если, говорит, фигура не пролезает кулаком, то зачем портить такую хорошую фигуру? Вот. А теперь, как вишенка на торте, я добавляю смесь корицы и еще каких-то пряностей. Вот. Тоже из Вкус Вилла. Люблю этот магазин. И все. Да. Вот этот, кстати, вот этот мисо суп, который мы ели, это бы Вкус Вилле покупали. Да. А это я просто пересыпала уже в дозатор, а так он порционно продается в пакетиках. Понятно. И дальше мы удаляемся в комнате. Ну да. И все. И смываться нам уже, наверное, пора, да? Ну, мы сейчас помьем чай, кофе и будем уже смываться. О! Интересный какой-то. Мы наконец-таки закончили наш процесс обесцвечивания, сняли фольгу. Вот. И что я хочу сказать, что я вижу. Вот. Наши волосы отличаются по цвету. Свежие обесцвеченные от старого блонда, который у нас был до этого, и он уже чуть-чуть пообносился. Он немножечко запачкался. Здесь действие окружающей среды и, в частности, может быть, действие воды. Потому, как Таша живет за городом и, естественно, в скважине присутствуют в пластах какие-то примеси, которые также могут оседать на обесцвеченных волосах. так как волосы у нас пустые, а Таша не соблюдает правила окрашивания, не тонируется между обесцвечиваниями. И для того, чтобы почистить вот такой вот блонд, мы используем органическую смывку. С чего состоит эта смывка? Берется аспирин таблетки. Просто аспирин обычный? Обычный аспирин. Это как бы здесь должна быть кислота. Вот. То есть это такой лайфхак сейчас для всех блондинов? Это может быть как бы и уксус, и лимон. Я просто показываю ему чуть-чуть. Что-то под кислую среду надо создать, да? Нужно создать среду, которая снимет вот этот вот налет с волос. То есть у нас, если бы, например, даже мы сейчас не делали обесцвечивание, а провели эту процедуру просто на блондированных волосах, то цвет у нас бы стал чище и прозрачнее, нежели чем он был. То есть это бывает в основном связано с тяжелыми металлами и примесями, которые присутствуют в воде. Или же, в принципе, эта смывка поможет, если вы переборщили с какими-то оттеночными средствами. Вот. У вас там, допустим, очень сильно сиреневый вылез. Тоже как вариант для того, чтобы почистить быстро цвет, потому что он и сам смоется. Вот. Но вот от примесей, которые содержатся в воде, очень хорошо помогает либо витамин С, там тоже идет кислота, либо вот ацетилсоциал. А в каких пропорциях разводить? Просто водой разводить? Просто на глаз. Нет. Это не водой разводится. Это разводится шампунем. Я использую шампунь глубокой очистки. Это профессиональный шампунь, потому что я сейчас буду смывать осветляющий состав и мне нужно его смыть хорошо и плюс еще нормализовать PH-баланс. Поэтому он является как бы здесь задачей немножечко взъерошить волос. Но это как бы своеобразный такой пилинг для волос. Но щадящий. Здесь нет. Грубо говоря, ты берешь аспирин, три таблетки, шампунь. Шампунь глубокой очистки. И я эту смесь, она такая будет немножечко пенистая. Вот смешиваю и наношу на волосы и просто эмульгирую. Вот. Дом можно бы проводить это до 15 минут. Вот. Оставлять этот состав на волосах. Потом смывать и делать похоронение. Ну так холодненькая какая-то. Холодненькая пошла. Не тепленькая явно. Экономная. Угу. Вот так вот хорошо, да. Да, так чисто к подружке забежала помыться. А что это забытое ощущение? У меня уже все нормально. У меня уже душевая кабина, горячая и холодная вода и вообще все культурно у меня. Ладно, проверим. Проверим какие-нибудь при случае. Да, заезжайте к нам на огонек. Сделала аспирин с шампунем. Вот у меня получилось. Три таблетки тут у тебя, да? Да, я здесь три таблетки использовала. Вот на самом деле волос здесь не такое большое количество. Все зависит от того, какой объем волос. Можно использовать больше. Это не навредит волосам. Суть этой процедуры в том, что мы быстро убираем налет, который может образоваться также от флорированной воды в бассейне. В общем, это в основном лай-хак для блондинок. Угу. Эта процедура, которая помогает... Короче, три таблетки, шампунь и чего. Шампунь, да. Несколько кликов шампуня и эмульгация в... ты сам... Эмульгация это втирание волос? Да, это втирание и распределение по волосам. Вот у меня даже пенится шампунь уже и... Это делают вообще до шампуня вместо или после или когда? Эта процедура делается между помывами головы и нанесением уже уходовых средств. Потому что она смывается. Это как любой пилинг, который у нас делаем для лица. Мы же вначале удаляем с лица какие-то загрязнения, да, которые были. В данном случае порошок, который был. И начинаем эмульгировать вот этот состав. То есть более агрессивный состав. То же самое можно сделать и добавить туда. Ну, это для тех, кто владеет вопросом хорошо. Кто уже сам себе колорист и понимает действие препаратов. Можно добавить осветляющего порошка. Тогда процесс будет еще агрессивнее идти. Понятно. И, естественно, результат будет еще более яркий. Ну, в нашем случае достаточно. Ну, я так поняла, это тонирующий состав мы нанесли, да? Да, мы уже нанесли. Он у нас уже закончил действовать, сформировал пигмент. Вот сейчас будем смывать, делать уходовую процедуру для тонких волос восстанавливающих. Это тоже Олин, да? Это тоже Олиновская. Вот. Сыворотка специальная. Вот. Она нам придаст более ухоженный вид волосам, укладываться и показывать вам результат. Я буду, наконец, свободна. А то я выгляжу, знаешь, как будто я... Ты на тюрьме. Нет, я, знаешь, выгляжу, как будто я пловчиха в шапочке. А, вот и в таком формате, поняла. А я тут быстрее сбежать хочешь. Я уже, честно говоря, конечно, прибалдела. И меня мама ждет. Ой. На мокрых волосах кажется каким-то рыжим. Да, кажется вообще каким-то рыжим. Еще при такой лампе. Да, еще. Ну, кстати, я сейчас вот смотрю на себя, поскольку, наверное, у меня такого оливкового цвета водолазка, коралловые губы, то даже вот этот вот тепленький, рыжеватый, согласитесь, что мне прям, ну, прикольно рыжеватый. Может, мне надо в рыжеватый покраситься было? Ты меня сейчас, как мастера, просто опустишь ниже плинтуса перед аудиторией, не дав возможность презентовать окрашивание. Но я же пока, как клиент, вот клиентам снимают вот эту фигню с головы, они такие, вау, я рыжая. Я вот показываю. А сейчас я, наверное, высохну и перестану быть. Ну, по-первых, я... Ну, на самом деле, вот на камеру, правда, рыжая, и мне даже нравится. А может, мне надо вот такой цвет в следующий раз сделать? Смотри, мне же хорошо. Ну, давай сделаем, только потом выходить из него будет сложнее. Ну, ладно, давай суши посмотрим. Ну, мне нравится цвет, что вот он такой не блондий, а такой очень натуральный у него оттенок. А как этот цвет-то можно назвать? Ну, это беш называется. То есть, это нейтральный блонд, да, который не является ни теплым, ни холодным. Вот, он не серый, не идет, как бы, как имитация седины. В то же время, он не теплый, не золотистый, как выгорают волосы. То есть, это такой нейтральный блонд. Мне кажется, очень красивый цвет. Вот он, да. Как вам, пишите? Ну, по-моему, прямо такой, знаете, прямо вот он очень благородный такой. Вот я его просто пытаюсь выложить, чтобы цвет так А мне, я просто вижу в камере, не передает. Вот у меня отсюда, с моего ракурса, он гораздо интереснее. Ну, мы еще сделаем фото в коридоре, у меня там прям совсем холодный. Да, ну, вообще, все оттенки краски, конечно, на камере в жизни, они немножко разные получаются. Но все равно мне очень нравится. Он прямо, вот он прямо лучше, чем даже было у нас раньше. Вот прямо супер. А я всегда делала, у меня следующее окрашивание, да, оно всегда лучше, чем предыдущее. Ну да, но мне кажется, это прямо мой цвет вообще. Очень хороший цвет. В общем, суперский. Я прям довольна. Ну, давай, да укладываемся, да? Да, укладываемся. Я, конечно же, сейчас соберу волосы. Да. Одену, а шапочка же, у меня же шапочка, вы забыли, на улице минус 20. Я сейчас одену шапочку и поеду к маме через всю Москву. Приеду, и опять у меня будет прическа этой, кого? Плавчихи. Ну, цвет очень красивый. Ну, все? Все, все. Тебе нравится? Мне очень нравится, только мне все равно не очень здесь нравится вот, но здесь как бы получше. Мы еще снимем в одном секретном месте, вот там у нас лучше. Ну, чтоб цвет, да, было видно? Чтоб было видно. Вот я стараюсь показать и рисунок, и потом еще с фронтального вида покажу вот то, что сзади. Ну, мне кажется, что тебе этот цвет навеял цвет моей блузки сегодняшней. И глаза зеленые, потому что так все подходит и очень как-то органично сочетается. Ты хочешь сказать, ты усматриваешь здесь какую-то зеленцу? Нет, я усматриваю сочетание теплого такого вот этого оттенка с том, в чем я сегодня пришла, и даже с цветом помады и лака. Очень так прямо хорошо. Ну, вот он нейтрально-бежевый такой я сделала, потому что мы уже проверяли тебе прям совсем серебристые пепельные оттенки. Да, мне холодные плохо очень. А теплые оттенки, они, знаете ли, потом проявятся, когда уже смотрится нейтрально. А вот такой вот естественный беж, еще у нас такой небольшой контраст, примерно 2-3 тона между натуральными и окрашенными волосами. Это вот самое то для мелирования и для создания рельефа. И можно будет опять 7 месяцев не краситься. Ну, я думаю, что 7, наверное, многовато. Я все-таки на правах напоминалки вызову тебя где-нибудь в начале лета, уж как минимум, вот. Или же сама наведаюсь, чтобы освежить все это дело. Будем по правилам. Ладно, договорились. Ну что, я, конечно же, собрала волосы. Потому что я хожу с собранными волосами, да, потом мне в шапку. И собрала их сама, потому что с тонкими волосами, Татьяна, мастер по, специалист по окрашиванию, а Вавилоны на наших тонких волосах не очень, да. Потому что он не так теплить будет. Сейчас хотя бы посмотрим. Ну, хорошо. В общем, давай посмотрим, как там получился контур рисунка со спины. Ага. Ну, я извиняюсь, может, я там не идеально собрала прическу, потому что я на скорую руку, так как мне сейчас все равно в шапку. И ведь с спиной вот был контуринг весь, который мы сделали. То есть у нас много блонда. Везде вот такой красивый рисунок, растяжка идет от макушки. То есть теперь, по крайней мере, я буду получать еще один пункт удовольствия от лицезрения своей работы. И я тоже. На всех наших видео. Да. Ну, спасибо тебе большое, дорогая, за теплый прием, за такой чудесный цвет. Пожалуйста. Да, за те советы, которые ты нам дала. С вами хочу тоже, мои дорогие, на сегодня попрощаться. Я сегодня ночую в Москве. Поеду я сейчас к маме, которую я не видела практически с моего дня рождения. Вот. Ехать мне еще очень далеко туда. Уже не то, что вечерело, уже конкретно потемнело. Но, на самом деле, время-то еще не сильно много, просто потому что зима. Ну, потому что зима, да. Ну, конечно, я жду комментарий, как вам мой новый цвет, как вам мастерство Татьяны. Ну, и еще раз повторюсь, что те, кто в Москве или в области, можете приезжать и тоже наши проблемные тонкие волосы не бойтесь красить. Видите? И самое, что мне очень нравится во всем этом, ну, я здесь, конечно, так и хихикала и прикалывалась сегодня в выпуске. Ну, как-то мы совпали с Таней по темпераменту и настроение было хорошее. Хорошее. Мы не понимаем юмор. Да, но на самом деле, почему я возвращаюсь еще, да, к Татьяне, потому что, ну, во-первых, я не боюсь доверить ей мои тонкие волосы, потом я уверена в результате. И она действительно делает мне каждый раз разный оттенок. Как-то это вроде освежает и какое-то разнообразие. И волосы не портятся. Самое главное, что при этом способе окрашивания можно достаточно редко краситься. Все-таки там не раз в месяц, не раз даже в два месяца, чуть больше, что, опять же, способствует сохранению наших с вами тонких волос. Правильно я говорю? Да, что немаловажно. И плюс еще в том, что когда вы ходите постоянно к одному и тому же мастеру, особенно когда вы делаете какие-то рисунки, это вам дает гарантированный результат коррекции, потому что коррекция иногда бывает даже сложнее, нежели чем изначальный результат. И мастер уже вам, скорее всего, сделает гарантированный результат, нежели чем вы попадете к новому мастеру, который может не знать всех тонкостей работы именно с этой техникой. Ну все. На этом прощаемся. С вами была Таша Муляр и Татьяна Овчинникова. Пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok